72-я средняя школа в Гомеле самая новая. Строили ее с учетом всех современных требований, в том числе по созданию безбарьерной среды для людей с ограниченными физическими возможностями. В общей сложности в здании школам находятся сразу 4 участка для голосования. Сегодня их оформление практически завершено. Не хватает, пожалуй, только штор на некоторых кабинках и непосредственно урн. Они появятся 12 ноября, когда начнется досрочное голосование. Кстати, на всех участках урны уже готовы, причем значительная часть в этом году заменена на прозрачные. На сегодняшний момент уже готовы списки избирателей, и каждый избиратель может прийти на участок и посмотреть, есть ли его фамилия в списках. Комиссия провела уже определенную работу. Мы разнесли пригласительные на день выборов, разнесли листовки с кандидатами в депутаты и обошли людей с ограниченными возможностями. На нашем участке 5 инвалидов-колясочников. Всех опросили, кто может прийти на участок, а кому, может быть, нужно прийти проголосовать на даму. Ознакомиться со списками избирателей можно с 17 до 19 часов. Именно в этот период на участках организовано дежурство членов комиссии. 11 ноября сюда привезут бюллетени для голосования. С этого же времени начнется круглосуточное дежурство сотрудников милиции. Областной комиссии по выборам депутатов Палаты представителей ход избирательной кампании характеризуют как деловой и конструктивный. В настоящее время ведется подготовка, контроль, осмотр участковых участков для голосования. В первую очередь на соответствие как пожарной нормы, так и санитарной нормы и наличию тех необходимых средств для безбарьерной среды участников голосования именно инвалидов. В настоящее время серьезных нарушений не наблюдается на участках по голосованию. В то же время есть определенные рекомендации, которые нужно выполнить до начала самой предыдущей кампании, именно застрочного голосования, которое начнется с 12 числа по 16 включительно. Олег Сентюров, Максим Савин, Валерий Гопанько. Новости недели.